Доброе утро, Андрей. Да, доброе утро. Третий день выставки, самое утро, и надеюсь, успеем что-то рассказать. До прихода посетителей. Дело в том, что сегодня день для всех желающих, два дня для специалистов прошли, и ожидается наплыв просто огромный. Завтра, как минимум, на нашем стенде, и это мы знаем точно, побывает 300 человек адресно. Давайте начнем, не теряя времени, предлагаю рассказать немножко про Юнибус, в дверях которого мы сейчас и находимся. Что такое Юнибус, еще раз повторить, это транспортное средство для городской транспортной системы, в исполнении представлено на выставке монорельсовой, то есть предназначен для передвижения по одному из рельсов в путевой структуре. Вместимость 14 человек при полной массе 3250 килограмм. А некоторые наши зрители высказывают сомнения, что сюда войдет 14 человек. Мы сегодня первых же посетителей попросим нам помочь, и просто физическим экспериментом подтвердим и развеем эти сомнения. То есть подтвердим, что это так, и развеем любые сомнения. А многие также говорят, что не нравится, что всего лишь два сидения. Я уже написал в своих комментариях, что хоть полки развешай, как в купе, то есть это один из десятков вариантов. Правильно ли я понимаю? Это же предложенный вариант. Первый. Мы увидим, во-первых, отзывы потенциальных потребителей, и мы готовы менять это в лучшую сторону или развиваться. По желанию в худшую, да? Что несложно. А в чем инновационность этого пола, так же люди спрашивают? Ну, перед тем, как сказать про пол, я бы сказал в целом немножко про конструктив. Так, к половому вопросу перейдем в конце. Хорошо, согласен. Изготовлен на основе прочного алюминиевого каркаса, прочного, при этом легкого, поскольку алюминиевого. И уже на алюминиевый каркас вакуумформовкой, скажем так, вклеен пол и потолок. То есть это у нас такая, получается, монолитная сэндвич-панель вверху и внизу, которая добавляет жесткости. И, в принципе, вся конструкция, если ее рассматривать как в расчетной схеме, приобретает форму, похожую на глутавровое сечение, являющееся самым жестким при сравнении общепринятых расчетных сечений, скажем так. В этом, как я понимаю, и есть инновационность, а не то, что здесь нарисована травка, которая многим так нравится. Отчасти. Травка – это, опять-таки, наша версия исполнения конкретного первого образца. Травка – это отсылка к экологии. Травка – хотелось что-то такое добавить, живое, напоминающее людям, что кроме асфальтовых дорог есть еще или была еще когда-то зеленая травка под многими. Травка – под ними где-то, возможно, еще и есть. Травка – это то, что мы собираемся им вернуть, правильно? Травка – да, да, да. И хотелось бы добавить что еще, что пол у нас обогреваемый. То есть, вот в этот сэндвич пакета, который я рассказывал, заложены нагревательные элементы, то есть, тем самым мы прогреваем кузов транспортного средства там, где это нужно, в той точке, где это нужно, именно внизу. Холодный воздух подаем сверху. Я могу добавить, что стоять на таком полу явно приятнее, чем сидеть. Давайте попробуем. Дополнительно, поскольку пол, он наливного типа, обычно… Самонивелирующийся. Да, скользкие покрытия. Дополнительно, он покрыт специальным лаком, который позволяет, который делает пол менее скользким и при этом более выносливым на истирание. Значит, далее. Стекла. Хотелось бы отметить. Использован стеклопакет из непростого стекла. Это поликарбонат. То есть, это, скажем так, вещество, которое, при том, что он в два раза легче, чем обычное силикатное стекло, он при этом в 25 раз прочнее этого стекла. Ну, обычного стекла. Стеклопакет, то есть, это два стекла для улучшения термоизоляции кузова и, собственно, снижения затрат на обогрев либо охлаждение пассажирского салона. То есть, это совсем не фанерная конструкция, а инновация на инновации, не только полу, правильно? Ну, наверное, так. То есть, он прочный и, ну, даже если по нему хорошенько разогнавшись, ударясь к кирпичом, ничего не произойдет. Впечатляет? Два места. Мы можем, наверное, присесть, посмотреть, насколько здесь удобно двоим располагаться. Располагаться. Давайте. Почему я делаю на этом оценку? Потому что, наверное, видно, что пропорции кузова таковы, что он очень высокий, но при этом очень узкий. Но, по-моему, удобно мне достать. Да. Почему узкий? Потому что, естественно, где основные потери при высоких скоростях происходят? Это в аэродинамике. До 90%. Поэтому основной задачей при создании дизайна, ну, одной из основных задач при создании дизайна, было добиться хорошего коэффициента аэродинамического сопротивления. И, собственно, проверка установила, что для этой модели CX равен 0.11. Ну, если память мне не изменяет. 0.11. То есть, по сравнению с автомобилем легковым, это в три раза лучше, как минимум, по сравнению со спортивным автомобилем. Так, что сказать про Unibus? Вот скажите, звуковая система, это что, Harman Kardon? Bang & Olufsen? Очень хорошо звучит. Я думаю, нашим монтажерам будет меньше работы, не надо будет музыкальную подложку подбирать. Вот она уже готова. Ну, что-то вроде. По крайней мере, это Hi-Fi аппаратура. Уже я марку, ну, не могу, да, конкретизировать. Так, точно. Возвращаясь к вместимости, да, 14 человек в одном Unibus. Я к чему хочу подвести? Собственно, к производительности, которую может обеспечить вот такое небольшое транспортное средство. Особенно, находясь в рамках инотранса, приходится часто отвечать посетителям на этот вопрос. Потому что, ну, что такое инотранс? Это в основном поезда, трамваи, то есть крупная пассажирская техника. И пока у людей, ну, не понимали, как, почему он такой маленький. Им это непривычно. И тем не менее, насколько я знаю, вспоминая то, что рассказывал Анатолий Эдуардович Ницкий, кстати, насчет маленького, что если полностью организовать, согласно рекомендациям Skyway, линию, то ее производительность будет в два раза выше. То есть она сможет в два раза больше перевозить пассажиров, чем московское метро. Ну, давайте просто посчитаем, чтобы не голословить, да, в два, там, в четыре раза. На линии транспорта установлен минимальный, скажем так, временной интервал безопасности, при котором мы способны контролировать всю систему, то есть движение, торможение. Этот интервал составляет две секунды, что, кстати, соответствует международному стандарту по передвижению подобного рода транспортных средств. С подобного рода, то есть перемещающихся в автоматическом режиме, я имею в виду, две секунды, да. Значит ли это, что люди за две секунды должны будут войти и выйти на остановки? Нет. Две секунды – это интервал, когда транспорт едет уже по трассе. Время выхода будет от пяти до десяти секунд, но логистика движения подбирается таким образом, что они, уходя со станции, да, один другого догоняют и дальше устраивается этот интервал двух секунд. Так вот, исходя из двух секунд, то есть, что мы имеем, что при движении, так как говорят, так, мы уходим на пятьдесят тысяч пассажиров в час. Это перевозка одной участка транспортной линии. Соответственно, пятьдесят тысяч пассажиров в час, ну пусть не двадцать четыре часа в сутки, да, ночью люди спят, при двадцати часах это мы уходим на миллион пассажиров в сутки. Это одной линии. Ну, а если дальше сравнивать с метро, да, с метро, ну, например, Московский. Ну, я, по крайней мере, слышал такое сравнение от Юницкого. Потому что пока цифры звучат вроде не в нашу пользу, да, у нас миллион, а у них, там вот по актуальной статистике, шесть целых шестьдесятых миллионов в сутки. Но надо понимать, что мы у нас считаем одну линию, а у них, весь Московский метрополитальный, это 13 действующих линий. То есть просто мы делим пассажиропоток на 13, мы получаем пятьсот тысяч пассажиров в сутки по одной линии. То есть это в два раза мы выиграем уже у Московского метрополитена. А если взять во внимание, что вообще средняя поездка по статистике того же Московского метрополитена составляет 13 километров, то получается, что в Московском метрополитене не 13 линий, а как бы условно 25 линий действующих. И в этом случае уже их производительность получается 200-250 тысяч пассажиров в сутки. То есть у нас есть запас по Московскому метрополитену... В два, то и в четыре раза? Да, в два либо в четыре раза. Это на пределе, понятно, мы можем корректировать. Насчет двух секунд вопрос был не потому, что я вчера родился, а просто я озвучиваю вопросы наших зрителей и комментариев. Насчет двух секунд. Как я понимаю, это все поддерживает автоматизированная система управления. Мы же привезли сюда эту автоматизированную систему, которую мы демонстрируем на наших моделях 1 к 10. Может быть, покажете, как она действует, реально, пусть и в меньшем масштабе? Перед нами модель, действующая модель транспортной системы городского типа, с двумя образцами подвижного состава. Навесного исполнения и подвесного исполнения. То есть они чем, собственно, отличаются? Один сверху ездит, второй подвешен на нижнюю путевую структуру. Вы спрашивали про систему управления. То есть она продемонстрирована и здесь. Это не просто унибусы, которые ездят по какой-то программе. Если он увидел перед собой препятствие, он остановился. То есть сам себя управляет. Интерес на выставке этот стенд модельный вызывает не меньше, чем полноценное транспортное средство. Что здесь хочется еще отметить? Немножко конструктив. То есть что здесь продемонстрировано? Это, прежде всего, две анкерные опоры, которые принимают на себя усилие от натяжения струн. Это две концовые опоры. Нижняя часть, она, по сути, конструктивная для связывания этих опор, потому что у нас тут нет поверхности земли, в которой можно их закрепить. И путевая структура. Сейчас. Пусть они катаются, будет веселее. Хочется отметить, что также продемонстрирована промежуточная опора. Что такое промежуточная опора? То есть анкерные опоры – это массивные элементы конструкции, воспринимающие себя многотонные, сотни тонн усилия от натяжения струн. А промежуточные опоры – это легкие, дополнительные опоры, установленные с определенным шагом по трассе, от 40 до 50 метров этот интервал. И позволяющие, воспринимающие на себя усилия боковые, в основном. То есть не имея серьезных вертикальных нагрузок, позволяют стабилизировать трассу в горизонтальном направлении. Но что произойдет, например, если мы снимем промежуточную опору? Ну, например, сломаем. То есть мы имитируем землетрясение – рухнула промежуточная опора. Не происходит ничего. Ну да, немножко пошатнулись наши унибусы, но они выйдут на следующий ровный, неповрежденный участок трассы. То есть это никак не пошатнуло репутацию технологий? Ну, можно и так сказать. По части путевой структуры. Здесь она представлена естественно в упрощенном виде, то есть одной струной. Но это масштабная модель. И масштабируя наш настоящий рельс до масштаба 1-10. Ну, здесь уже похоже на рельс. Реально. Сверху. Да. И вот, говоря, к чему я хочу. И можем посмотреть примерно реальный рельс со струнами внутри. Мы специально закрепили на юнибусе элемент путевой структуры, чтобы помочь людям объяснить, что же такое струнная путевая структура. То есть мы видим, что внутри балок, которые берут на себя функцию рельса, располагаются канаты, выполняющие роль струны, которые преднатягиваются заданным усилием, обеспечивающим во всем температурном диапазоне отсутствие температурных швов на путевой структуре. И дополнительная полость внутри рельса может использоваться как для прокладки линий связи. То есть наша же путевая структура, по ней мы можем прокладывать коммуникационные линии связи. То есть электричество подавать и все что угодно, как я понимаю. Октоволокно, которое сейчас необходимо. Для связи, да? Октоволокно частично для связи, частично это одно из наших ноу-хау, это система контроля, скажем, состояния путевой структуры. Можно же, наверное, и телефонную связь, и интернет таким образом передавать. Любые данные в цифровой, да и в аналоговой форме, то есть объем рельсы мы можем частично занять коммуникационными линиями. А все остальное заливается специальным составом, заливается бетоном специального состава, который добавляет жесткость к путевой структуре и снижает шум издаваемое предвижение. Ну, хочешь, не хочешь, но шум, естественно, от любого физического воздействия возникает. И вот, переходя, снова возвращаясь к небесу, к его характеристикам, благодаря всем этим новшествам и всем этим идеям, исполненным, уровень шума 60 датчб, предвижение. Я думаю, что нужно объяснить всем нашим зрителям, что это очень мало. С чем это можно сравнить? Ну, мотоцикл, например, это 90-92 дБ, автобус это 82 дБ, а здесь 60. Ну, если я помню, снижение шума на 10 дБ, это даже на слух воспринимается как в несколько раз, типа в 2-3, а это не просто на 10%. Ну, это логарифмическая шкала, надо понимать, здесь нельзя делиться. Я говорю о чисто человеческом восприятии. Ну, я, чтобы чисто человеческий было больше понятно, скажу, что уровень шума в бытовом, в жилом помещении обычно колеблется в 45-50 дБ. То есть это чуть громче, чем в твоей квартире, когда ты там находишься? Тише, чем ваш телевизор, когда вы его смотрите. Понял, спасибо. И хотелось бы отметить, коль мы уже здесь и закругляемся, потому что начинают эти люди, посетители, хочется отметить расход энергии или топлива на движение юнибуса. По данным, которые мы представляем, значит, на расчетной скорости в 150 км в час, двигаясь с постоянной скоростью, юнибус будет потреблять 21 кВт-час энергии. Опять-таки, чтобы было лучше понятно, переводя это в расход условного топлива сгораемого, используя, ну, общепринятый коэффициент, это 0,25 литра на кВт-час, мы получаем 5,28 литра на 100 км в пути. Как это сравнить с общеизвестными, используемыми на данный момент транспортными системами? Сравним с любым автомобилем, который двигается, легковым, микроавтобусом, то есть у нас 14 человек, микроавтобус 14 человек, предположим, что микроавтобус умел разогнаться до 150 км в час, поскольку далеко не каждый сможет сделать. Далеко не на каждой дороге это можно делать. И это тоже. Его расход будет составлять, ну, пожалуй, около 15 литров топлива. Не меньше. Да, у нас 5. Впечатляет. Подчеркиваю еще раз. Ну, а в городских режимах на скоростях ниже 100, ну, например, 50 км в час, уже сразу даю перевезенный на топливо расход, это 1,25 литра топлива на 100 км в пути. Ой, скорее бы все наступило. И последний вопрос, прежде чем вы начнете работать с посетителями. Во-первых, просим вас завтра найти время и рассказать о юнибайке и об охранном модуле. А сегодня все-таки дополнить хотелось бы рассказ о действующих моделях тем, что это все-таки не всегда модель, это может быть и реальное транспортное средство. Да. Насколько я в курсе, впечатляют также те цифры, которые, или точнее то количество грузов, которые эта, казалось бы, игрушка может перевозить. Я вас понял. Действительно, модель, которую мы так называем, это может быть самая маленькая, самая компактная, действующая транспортная система. Вот в исполнении, которое сейчас стоит на стенде... Наш может перевозить книги в библиотеках, сыпучие грузы, там, руду, все что угодно. Фантазия сейчас будет зашкаливать у наших зрителей. Любые мелкие грузы. Ну как мелкие. То есть данная путевая структура, учитывая вес подвижного состава, который по ней пойдет, может взять еще на борт 30 килограмм веса. Одна единица. Маленького подвижного состава. Ну вот это, казалось бы... И давайте просто посчитаем. Двигаясь со скоростью... Скажем не так. Если они едут с диапазоном в одну секунду, мы говорили про две секунды в большом исполнении, здесь все компактнее, можно управлять быстрее, тормозить быстрее. Возьмем одну секунду, как интервал движения. То есть каждую секунду у нас проезжает юнибус. Так вот, ну на год давайте сразу выйдем, сколько в год можем перевезти. Это 3600 на 24 на 365. Это 30 миллионов секунд в год. То есть 30 миллионов юнибусов проедут в год. Каждую из этом борту 30 килограммов. Это миллион тонн? Это почти миллион тонн. 900... 900 тысяч? 900 тысяч тонн. Почти миллион тонн. Вот такой маленькой транспортной системы. Бой воистину, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Строй Skyway! Спасай планету!